Привет, братишка! Это ролик о том, с чего начинался мой канал, что я снимал на YouTube все эти годы и как вообще здесь казался. Здесь будет целая тонна кринжа, ржаки и испанского стыда. В первую очередь для меня ты, наверное, просто погагаешь. Этот канал был создан 9 октября 2007 года, аж 15 лет назад. Но саму историю создания канала нужно начинать не с того, когда я зарегистрировал канал, а гораздо раньше. Еще когда я был совсем маленьким вот таким вот шкетом и ходил пешком под стол, родители подарили мне камеру. И ты можешь подумать, что это была, ну, хорошая камера. Нет, это был фотоаппарат Lamo 2. Пленочный старенький фотоаппарат. Память меня немножко подводит. Это был фотоаппарат смена, но от Lamo. Естественно, он снимал черно-белое только, то есть цветные снимки нет, забей. Он такого не мог. И надо было все выставлять вручную. И мама научила меня, как все это делать. И я, собственно, фотографировал. Поскольку я был маленький и везде ездил с родителями, то в первую очередь я фотографировал родителей, а родители могли сфотографировать меня. В темное время суток этот фотоаппарат вообще ничего не мог снять, потому что вспышки на нем не было. Вспышку надо было докупать отдельно. Ты не видел картинку изначально, то есть ты должен был выставиться чисто по приборам. Оценив погоду, оценив освещение, должен был выставить экспозицию, ISO, диафрагму и сделать снимок. И надеяться, что снимок не смазан, надеяться, что ты правильно выставил параметры и все это дело посмотреть. В этом была какая-то магия, в этом был свой шарм. Это было круто на самом деле. Но спустя время, когда мне было 14 лет, родители подарили мне настоящую цифровую мыльницу. Тогда только начиналась эпоха таких камер. Они появлялись, стоили достаточно дорого. И да, фоткали они неплохо. Это был Canon. Причем модель я, конечно же, не вспомню. А вот с видео у них были большие проблемы. Фотоаппарат умел снимать максимально в 480p. То есть сейчас в эру 4К это кажется странным. Тогда оказалось, что это уже хорошо. И с кадрами в секунду, вроде бы там потолок был 24 кадра в секунду. И тогда это тоже было незаметно. Всем на это было плевать. И вот с этого момента началось время, когда я фоткал буквально все. Я брал эту камеру с собой абсолютно всегда, независимо от того, чем я занимался. И фоткал все, что мог. Фоткал в школе, фоткал, когда мы с друзьями катались на великах, фоткал на даче. И фоткал по время своих походов на заброшки. Но функция видео меня привлекала куда больше. Но изначально функцию видео я не использовал по ее прямому назначению, а использовал как-то странно. У меня не было телефона, на котором я мог показывать видяшки с приколами. Мне надо было как-то выйти из ситуации, чтобы своим одноклассникам показывать гэги. Поэтому дома на компе я записывал буквально вот экран на видео. А потом приносил в школу фотоаппарат и показывал друзьям гэги. И там нарезки из Саус Парка, из Симпсонов. Причем я так грамотно их делал, пытался разобраться, можно ли заранее смонтированные видосы запихнуть прямо в камеру. Оказалось, что через три пизды это можно сделать. Естественно, я это сделал. Это было весело, но функция видео использовалась впустую. То есть я использовал функцию видео как на телефоне, чтобы потом на фотоаппарате смотреть прикол. И со временем мы стали в школе снимать смешные видосы. Как это происходило? Мы снимали разные тупые ситуации во время нашей учебы на переменках. А потом я их монтировал под музыку и показывал друзьям. То есть единственное, куда это шло, это для того, чтобы показать всем друзьям. Время шло, учеба заканчивалась. Я выпустился из школы, поступил в универ. На дворе был 2007 год. И тут выходит игра Сталкер, которая перевернула просто все. И да, если ты еще не понял, все вставки это все мои видео, которые снимались в разные этапы моей жизни. Как только Сталкер вышел, и мы с товарищем посмотрели все трейлеры, мы поняли, надо снять видосы по мотивам Сталкера. Как нам в голову пришла эта мысль, честно говоря, я даже не могу вспомнить, не могу представить. Но мы четко решили, что нам нужно снимать видосы по этой игре. Поначалу это выглядело невероятно кринжово. Патроны, черт возьми! Спустя небольшое время мы поняли, что снимаем, ну, херню. И захотели снимать получше. Естественно, какого-то опыта и понимания, как это делать, у нас не было от слова совсем. Поэтому мы стали смотреть фильмы, ролики, чтобы понять, как происходит режиссура, как происходит постановка кадра и как сделать все действие на экране гораздо более интересным. Мы стали менять ракурсы, мы стали постоянно переставлять камеру, стали хоть немножко продумывать, что будет в ролике. Сценарий, разумеется, заранее мы вообще не писали. А приходя на место, просто обсуждали, какая сценка сейчас будет снята. Главное, чтобы она концептуально относилась к Сталкеру. То есть, что-то про Сталкера, что-то в мире Сталкера, а все остальное было уже не важно. Из этого, в целом, мы потом хотели собрать какой-то фильм или ролик, краткометражку. В процессе это были абсолютно разные сценки, никак не связанные между собой. То есть, где-то в моей голове они были связаны, но только в моей голове. Если сейчас собрать воедино все, что мы сняли, все эти сценки объединяют только одни и те же персонажи и мир Сталкера. А собрать в единое кино, это, естественно, невозможно. Для такого надо писать сценарий заранее и представлять, что ты снимаешь. Мы тогда не представляли, просто веселились как могли. Со временем мы подключали к этому делу друзей, чтобы в кадре было больше персонажей. И все действие смотрелось намного более интересным. И потихонечку росли, познавая азы съемки. Познавая, как правильно настроить камеру, что от этого зависит и так далее. Но мы ушли немножечко вперед. Как раз таки, когда мы только начали снимать ролики по Сталкеру, я и создал свой YouTube канал. Создан он был для того, чтобы эти ролики по Сталкеру туда заливать. Чтобы делиться с друзьями этими самыми роликами было проще. Тогда еще не существовало каких-то облачных сервисов, Яндекс.Дисков и прочей чепухи. Да, про YouTube-то тогда не особо много людей знали. Но не помню, как я узнал про YouTube. Как-то узнал, зарегистрировал канал и выложил один из первых роликов по Сталкеру туда. Это было не для того, чтобы собирать просмотры на платформе. Это было не для того, чтобы действительно становиться блогером. Это было просто для того, чтобы показать видеоролик друзьям. Это был первый и последний смысл в этом действии. Вот так и появился на свет мой канал. И получается, что созданием своего канала я обязан своей маме и игре Сталкер. Это очень смешно. Обычно у блогеров там история, хотел заработать денег, хотел популярности, славы. Я хотел снимать ролики по Сталкеру, а родители подарили мне камеру. Круто, просто 10 из 10. Отличная причина появиться на YouTube. Реально, верните мой 2007. Для меня 2007 знаково еще и потому, что я создал свой канал в этом году. Все хорошее осталось в 2007. И как говорил Дмитрий Медведев, никто никогда не вернется в 2007 год. В последующие пару лет, а именно 2008, 2009, 2010 год, мы все еще продолжали снимать ролики по мотивам Сталкера. Мы уже даже не парились, насколько это будут мотивы Сталкера. Это были просто ролики. Мы совершенствовали свое мастерство. И от максимально простой съемки старались уйти куда-то в дебри сложности и какой-то постановки. Чтобы были какие-то минимальные эффекты, чтобы была минимальная движуха, был минимальный сюжет. Смотреть эти ролики сейчас, конечно, тяжело. Особенно мне, потому что я их снимал, да, я кринжую с них вдвойне. Однако, по сравнению с самым первым роликом, это был невероятный шаг вперед. Мы продолжали выкладывать эти ролики на YouTube. Сейчас все эти ролики скрыты. И посмотреть ты их можешь только в формате вот этого видео, потому что вставочки делаю специально для тебя. А теперь время поговорить о нашем спонсоре, компании Корпус Вышивания. Это крутые пацаны, которые делают невероятные патчики, шапочки. Кстати, я вот греюсь, сижу, да, мне тепло в голове, потому что на мне шапка от Корпуса Вышивания. Невероятно теплая. И если у меня замерзнут ушки, я могу ее еще раскатать и мне ушки закроют тоже. Выбор патчей у Корпуса Вышивания невероятно огромный. И все патчи креативные. Это не стандартный набор патчей с левыми приколами, от которых хочется кринжом себе лицо пробить. Это патчи, над которыми работали художники и которые хочется себе купить. А если у тебя мерзнет зимой шея, то у Корпуса есть еще вот такой крутой баф. Который не только стильный, смелый и молодежный, но еще и очень теплый позволит тебе согреться. Разумеется, это далеко не вся продукция Корпуса Вышивания. Так что обязательно перейди по ссылочке в описании и посмотри, что ребята производят. А может что-то себе найдешь как раз таки на Новый год. В 2010 году мы вместе с Ильей решили снять свою интересную короткометражку. С Ильей, кстати, я познакомился за год до этого, в 2009. Мы оба пошли учиться на поваров и, собственно говоря, там же и познакомились. И я не помню как, но нам обоим пришла в голову мысль, что круто было бы снять свое кинцо. Я посетовал на то, что камера у меня полное говно и снимать на нее кинцо в 2010 было бы странно. Full HD уже был золотым стандартом для съемки, поэтому камера нужна была нормальная. И здесь, собственно говоря, еще один фактор, благодаря которому я есть на ютубе. Илья купил камкодер. Это вот такая камера, то есть сейчас мы снимаем на зеркалке, а вот тогда у нас был камкодер. Стоил он 10 тысяч, у Ильи были деньги, и он купил под наш проект по съемке фильма эту камеру. Фильм мы в итоге так и не сняли, даже не начали. Хотя сценарий, я помню, был неплохой. Мы даже его писали, была идея интересная, интересный сюжет, но что-то на это дело мы подзабили. В итоге все, для чего мы в последующем использовали именно с Ильей эту камеру, это запись рэп-клипов. Да, мы пару лет были рэперами. Мне стыдно в этом признаваться, но это факт. Мы были рэперами, писали звук прям на видеокамеру, сводили в видеоредакторе. Мы классные. Кому хочется, пусть бегут, как крысы с корабля плыть, будет легче сбросив балласт. Ведь враг не пройдет, пока дышит последний из нас. И похуй, что корпус трещит по швам, парус порван и трюм воды полный. Задержи дыхание, ты посмотри на эти волны. Что с грохотом бьются рифы? Видишь, как вода по швам расходится на куски. Словно струны, которые рвутся на грифе. Это твои мечты разбиваются, а скалы тоски. Однако, этой камере суждено было сыграть гораздо более важную роль в жизни ютуб-канала и, собственно, в моей жизни. В 2012 году, когда мы играли в страйкбол на полигоне Радуга, о котором я рассказывал в одном из предыдущих роликов про страйкбол, начался конкурс у компании Stitch Profi. Главным призом конкурса был целый комплект снаряжения. А для участия нужно было снять видеообзор на любое снаряжение Stitch Profi и, собственно, прислать его им. Я про этот конкурс даже не знал. Однако, один из членов нашей команды сказал мне о нем и напомнил. У тебя же есть камера. Давай что-нибудь прикольное снимем и отправим. Ну, как бы была не была, почему бы это не сделать? И я такой подумал, блин, целый комплект снаряги можно получить на халяву. Да, конечно, да. Давайте снимем. Да, можно, да? Эй, давай, гадавчик. Салам алейкум, друзья. Подходи, покупай лучшее снаряжение. От дяди Ашота и Гоги Проход. Я притащил камеру на полигон. Мы нашли то снаряжение, которое у нас было от Stitch Profi и начали снимать. Здесь, собственно говоря, пригодился мой опыт снятия кринжовых роликов по Сталкеру. Потому что я уже в целом плюс-минус понимал, как надо снимать видео, как надо выставлять камеру и как вообще ей пользоваться. Поэтому с технической точки зрения у нас проблем не было. Да и сама камера на тот год была очень даже неплохой. Хотя, смотря сейчас, как она снимала, мне просто стыдно, насколько это ужасное качество. Тогда же казалось Full HD и зашибись. Обзоры, которые мы снимали, были очень короткие. Шли они по одной-двум минутам, однако были супер насыщены контентом. И чтобы не быть голословным, просто посмотри один из них. Всегда помните, что от качества вашего снаряжения зачастую зависит ваша жизнь. Мы тогда были молодыми и креатива у нас было достаточно. Тем более, что до этого мы вообще ничего не снимали. Это сейчас я могу сказать, что у меня есть определенный творческий кризис. И темы для роликов находить иногда бывает достаточно сложно. Потому что очень многое, о чем бы я хотел уже тебе рассказать, я рассказал. Тогда же мы могли снимать что угодно. Обзор на тренчик, камон, да пожалуйста. Причем еще и креативно, интересно и весело. И самое главное, что мы сами веселились, снимая эти ролики. Первоначально план был какой? Снять один ролик, отправить, ну и была не была. Но как только мы начали этот процесс, запустили его, мы поняли, что нам просто покайфую их снимать. И мы решили снять обзоры на каждую снарягу от Stitch Profi, которая у нас была. Тем самым вдвойне повышая наши шансы на выигрыш. И так уж сложилось то, что среди всех участников, которые прислали свои работы на конкурс вот этот, мы действительно были, ну, единственными, кто снимал качественно, кто снимал красиво. Да еще и с каким-то юмором. И разумеется, в итоге мы победили. И это я сейчас говорю, разумеется. Тогда мы были в полном шоке. Мы были в восторге от нашей победы. И получили один комплект полной снаряги. Ну, то есть нагрудник и целый комплект подсумков. Это было супер круто. И действительно, я сейчас понимаю то, что то, сколько времени мы потратили, сколько сил мы потратили, эта победа была очень даже заслужена. Все остальные люди прислали по одной работе, мы же прислали целую тонну. А при чем вообще конкурс Stitch Profi и мой канал? Да, просто я решил каждый ролик, который мы снимаем, еще и выкладывать к себе на канал. Ну, просто, опять же таки, чтобы он там висел. По той же логике, что я выкладывал на свой канал ролики по Сталкеру. И все бы на этом и закончилось. Мы сняли на конкурс, выложили ролики, победили, получили снарягу. Но здесь Stitch Profi внезапно предложили мне сотрудничество. Им понравилось, как были сняты ролики. И они предложили прислать еще снаряжение, для того, чтобы мы сняли на них обзоры. Эти обзоры мы, разумеется, сняли. Они были уже гораздо более серьезными, чем конкурсные ролики. И мы подошли к вопросу более ответственно. Я, понимая, что мы снимаем ролики для компаний, а не для самих себя, старался сделать их максимально хорошо, максимально серьезно. И уйти от тех шуток, которые мы использовали, снимая конкурсные работы. Эти ролики мы снимали за снарягу. И размещаться они должны были на канале Stitch Profi. Однако, к себе на канал, опять же таки, я эти ролики снова выложил. И на этом снова все могло закончиться. Однако, Stitch Profi снова предложили посотрудничать еще раз. На этом моменте я уже понимал, что та камера, на которую мы снимаем, которую покупал Илья, она уже не вывозит по качеству. И я не удовлетворен тем, какое качество получается у итоговых роликов. И предложил Stitch Profi то, что мне присылают оплату деньгами. Я на эти деньги сразу покупаю камеру, которая будет лучше, чем та, что у нас есть. И все эти обзоры снимаю именно на эту камеру. Ребята из Stitch Profi согласились на такие условия. Дослали мне деньги, заслали снарягу. Я, разумеется, пошел и купил камеру. Как сейчас помню, это был Nikon D3200. И завертелось и поехало. Мы отснимали одну партию роликов. Нам присылали Stitch Profi новую, следующую партию роликов. Ролики мы снимали. Один ролик стоил у нас 5000 рублей. Это не много и не мало. Даже для тех времен это достаточно маленькая сумма. Буквально, ну, не бесплатно. Но, с другой стороны, кто был я? То есть, мы просто снимали ролики. Нормальная оплата. Че я вообще о ней говорю? Все обзоры, которые мы снимали для Stitch Profi, я, опять-таки, дублировал на свой YouTube канал. И ты можешь, конечно, мне не верить, но я говорю тебе максимально честно. Все ролики, которые мы выкладывали, я выкладывал не для того, чтобы развивать свой YouTube канал. Я все еще вообще не считал себя блогером, не собирался быть блогером, а выкладывал их скорее как портфолио. Мне пришла в голову гениальная мысль, что мне нравится этим заниматься, это действительно круто, мне это подходит. А, следовательно, у меня должно быть портфолио по моим работам. А где еще собирать свое портфолио, как не на YouTube? Любой заказчик может просто зайти на мой канал, посмотреть те работы, которые я делаю, и заказать обзор на снарягу. Я согласен, что подход, возможно, странный. Но, тем не менее, на тот момент мне казалось, что это очень правильный подход. На этом моменте важно сказать то, что ролики не приносили мне достаточно денег, чтобы жить только за счет съемок. У меня была основная работа, а деньги с роликов, это были, как, собственно говоря, дополнительные деньги. На эти деньги покупалось съемочное оборудование, чтобы снимать ролики больше и лучше. Мы покупали свет, чтобы можно было снимать ролики дома. Покупали фаны, чтобы можно было снимать ролики дома. Штативы, моноподы, аксессуары для камеры, объективы. То есть деньги, которые приходили со съемок, тратились исключительно на сами съемки. Жить с помощью съемок я, собственно, вообще не мог. Я на тот момент работал дизигнером в одной компании, которая называлась Traffic. Делал интернет-баннеры с рекламой, которая, собственно, тебя бесит в интернете. Вот такая ямразь, да, вот когда ты видел всплывающие баннеры, возможно, их делал я. Но не вот эти кринжовые баннеры на всяких левых сайтах, а реклама машин, там, Мерседесов, Вольцвагенов, Ниссанов, реклама недвижки. Ну, то есть контора, конечно, занималась серьезными делами, но не настолько серьезными, чтобы было не стыдно. Именно оттуда я получал деньги, с помощью которых, собственно говоря, жил. Сорплата у меня тогда была 25 тысяч рублей, что тоже немного. Где-то 1015 в месяц я получал с роликов для того, чтобы поддерживать свое хобби. И да, в этот момент съемка стала моим прям хобби наряду со страйкболом и оружием. И где-то вот здесь я решил, что нельзя снимать ролики только для одной компании. Снаряжение-то прикольно, есть у разных компаний. И я познакомился с компанией Vartec, куда, собственно говоря, устроился на работу. И стал, помимо стич-профи, снимать ролики еще и для них. Также заливая их на свой канал. Где-то в этом промежутке я начал переживать не только за то, чтобы у меня были клиенты и были ролики. Я стал переживать за просмотры. То есть, понимаете, это вот как наркомания какая-то, это зависимость. Если раньше меня вообще не волновало, сколько людей смотрят эти ролики, потому что я показывал их исключительно друзьям, то где-то на этом моменте меня стало волновать и количество подписчиков, и количество просмотров. Однако я не доходил до мысли, что много просмотров на обзоры снаряжения получить невозможно. Мало кому это интересно. Обзоры интересно смотреть только тем, кто собирается покупать эту снарягу. Все остальные люди будут просто это игнорировать. Тогда до меня эта мысль вообще не доходила. Потому что канал примерно до 2019 года существовал просто как платформа для размещения обзоров на разную снарягу. И так я примерно себя и позиционировал все это время. Здесь вы можете посмотреть обзоры на все снаряжение. Тупо ли это? Думаю, что да. Большинство блогеров начинают свой путь на ютубе никем. Они приходят на ютуб, начинают снимать какой-то свой контент, и потом у них появляются рекламные контракты. Я начал просто наоборот. То есть я начал с рекламных контрактов, и только со временем, к 2019 году, перешел полностью к своему авторскому контенту, полностью исключив обзоры из своего контента. Да, иногда бывают обзоры, но только на действительно интересные вещи типа теплока, и то это не совсем обзор, это скорее рассказ о том, на что способен тепловизор и так далее. Я сделал все наоборот. Но в целом я об этом не жалею. Такой путь дал мне бесценный опыт. И я понял, если ты берешь за что-то деньги, ты должен рекламировать только качественную продукцию. И это, собственно говоря, было моим кредо, когда мы снимали чисто обзорные ролики. Мы никогда не снимали обзоры на хреновую продукцию. Если производитель присылал какое-то говно, я прямо ему об этом говорил, да, я ничего не выпускал, я не обсирал его продукцию в ролике, но я и не делал на нее обзор. Ролики, в принципе, все обзорные, у нас были обезличенные. Мы не хвалили там продукцию, а просто обозревали ее функционал и возможность. И человек мог сам посмотреть на это и решить, хочет он это себе покупать или нет. Такой подход я выбрал неспроста. Я не хотел советовать людям то, что им может быть и не нужно вовсе. Я не делал рекламу, я делал обзоры. И, собственно говоря, именно вот такая линия была все время, что мы снимали просто ролики про снарягу. Все это в будущем позволило мне снимать полностью авторский контент, не оглядываясь на какие-то рекламные контракты. Я прекрасно уже к этому моменту знал, что YouTube не приносит такое количество денег, чтобы за это стоило продаться. И я понимал, что да, порекламировать какую-то интересную штуку, которая мне самому нравится, я могу. Но если это кал, лучше я о нем вообще не буду говорить и лучше я останусь с этим роликом без денег. Именно поэтому на канале есть целая куча роликов без рекламы вообще как таковой. Потому что лучше рекламы не будет, чем будет реклама говна. В 2014 году я уволился с работы и потерял единственный источник дохода, который позволял мне, собственно говоря, жидб. Тогда я зарабатывал 40 тысяч в месяц, нихрена себе. Это была нормальная сумма для тех лет. На все эти деньги я покупал снарягу и иду. Все. Еще патроны на огнестрельное оружие. И так сложилось, что я не мог не уволиться с работы. Меня все окончательно задолбало. Меня задолбало начальство. Я написал заявление об увольнении и уволился тем же днем, договорившись с начальником. Он не хотел меня видеть на работе и я больше не хотел там работать. Поэтому мне даже без отработки меня отпустили. И знаете, в этот момент я охренеть как испугался. Я 4 года работал на одной и той же работе. Приходил в офис, садился на кресло, за комп, рисовал там что-то, баннеры делал, дизайны делал. И вот я уволился, у меня больше нет источника дохода. И мне было правда страшно. Я не знал, что делать. Искать другую работу, что-то другое. Что вообще в этой ситуации делают другие люди? Очень быстро ко мне пришло осознание. Я ведь снимаю параллельно ролики. То есть параллельно работал, параллельно снимал видео. И с видео тоже получал деньги. Смысл не в том, чтобы искать другую работу, а смысл в том, чтобы повышать цену на ролики. Как бы инфляция-то растет, а я с момента, как пришел на YouTube, цену на ролики не повышал. Также 5000 рублей было. Я просто стал искать больше клиентов. Больше клиентов, больше роликов, больше денег. И внезапно я понял, что я могу жить просто снимая обзоры. И вот с этого момента как раз таки начинается та эпоха, когда я стал жить только за счет съемок на YouTube. Однако, сам YouTube мне денег особо не приносил. Вплоть до того момента, когда YouTube отрубил монетизацию в России, в месяц я получал с YouTube 3-10 тысяч рублей. Как ты понимаешь, жить на это особо невозможно. Поэтому да, есть конечно вот эти богатые ютуберы, но я к ним явно не отношусь. Вернемся к тому, что я ушел с работы и стал просто пилить ролики. Поначалу было тяжело. Особенно тяжело было начать работать в своем графике, а не в графике какой-то компании. Знаете, если вы работаете на заводе, вы приходите на завод, делаете свое дело 8 часов, уходите с завода с чистой головой. Когда ты начинаешь работать на себя, ты внезапно понимаешь, что у тебя больше нет выходных дней, нет свободного времени. Все твое время это работа. Потому что ты не можешь просто взять, поработать 8 часов и считать себя свободным. Потому что ты сам решаешь, сколько денег ты заработаешь в этом месяце. Сколько работы сделаешь, столько и заработаешь. Ты сам себе начальник. И только от тебя зависит твой прогресс, которого ты достигнешь. С одной стороны, это очень круто. Я могу просыпаться, когда хочу, в какой угодно день. Я ни от кого не завишу. Это, поверь, потрясающе. После того, как я по своей жизни работал всегда на дядю, работать на себя стало для меня невероятным открытием. Я, наконец-то, почувствовал себя реально свободным человеком, а не рабом. А с другой стороны, я почувствовал себя рабом еще больше. Потому что я стал рабом собственных амбиций и собственных целей в жизни. Я прекрасно знал, я могу сегодня спать до обеда, ничего не делать. И это зашибись. Но если я так сделаю, тогда я не заработаю денег. Тогда мне будет нечего жрать. Тогда мне будет нечем оплатить квартиру. Тогда мне будет нечем оплатить бензин. Тогда я просто не смогу снять следующий ролик. И из-за этого работать я стал не меньше, когда уволился, а только больше. И чем больше проходило лет, тем больше я работал. На данный момент я работаю каждый день и по выходным. Из свободного времени у меня пару часов в день. И то, если очень повезет. Все остальное время тратится на планирование роликов, на монтаж роликов, на съемки роликов, на фотосеты, на стримы и так далее. Поэтому, с одной стороны, на себя работать круто. А с другой стороны, это ничем не лучше, чем трудиться на заводе. На самом деле, я бы с радостью пошел бы на завод пахать. Просто по той причине, что если я работаю на заводе, я могу вернуться домой с чистой башкой. Ни о чем не думать, не париться. Точнее, с грязной башкой. Ни о чем не думать, не париться. Просто отдыхать. Я знаю, что до следующего дня мне ничего не нужно. Мне ничего не волнует. А так, я приезжаю со съемок. Вот я сегодня приеду со съемок. То есть, ты смотришь этот ролик через пару дней, после того, как мы его сняли. Я приеду домой, думаешь, я отдыхать буду? Да как бы не так, я сяду монтировать этот ролик. А помимо этого ролика, мне нужно еще продумывать следующие ролики. Блин, мне аж грустно стало от этого. Два единственных выходных дня, которые у меня будут в ближайшее время. Это 31-е и 1-е число. А потом снова за работу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но вернемся в 2015 год. Это было знаковое время. Stitch Profi позвали меня на крупную съемку в Челябинск. И это был мой первый большой контракт. Сумму я не буду озвучивать. Она была не такая большая, чтобы можно было купить что угодно. Но на нее можно было купить ноутбук. Это тебе для примерного понимания, сколько мне платили. Этот ролик и на данный момент один из самых популярных на моем канале. Называется он «Наука побеждать». Само видео мы снимали 3 дня. А потом еще целый месяц его монтировали. Мы действительно вложили, собственно говоря, душу в этот проект. И вся эта поездка в Челябинск – это очень хорошие воспоминания, общение с хорошими, приятными людьми. И мое первое полноценное знакомство с сотрудниками спецслужб. В дальнейшем, работая в Вартеке, я успел познакомиться еще со многими подразделениями и поснимать с ними совместные ролики. И, собственно говоря, это стал мой любимый формат для канала. И не только потому, что он набирал больше просмотров, чем обзоры, а потому что мне это просто нравилось. Я знакомился с интересными людьми, иногда тренировался с ними, они меня чему-то учили. И мы снимали по-настоящему крутые ролики, которые просто грели мою душу. Мне нравилось их снимать гораздо больше, чем обычные обзоры. Мне нравилось их монтировать, мне нравился результат. К тому же, в то время я занимался реконструкцией в страйкболе. И советы от настоящих сотрудников по снаряжению были мне невероятно ценны. Кстати говоря, за счет канала через меня прошло невероятно большое количество самого разного снаряжения самых разных компаний. И снимая обзоры, трогая это снаряжение, нося его на себе и используя, я, собственно говоря, понимал, что это вообще такое. Как этим пользоваться, удобно это или неудобно. И развивался в этой теме. То есть я буквально получал знания, трогая всю снарягу, которая есть на рынке. Если среднестатистический страйкболист или стрелок покупает снаряжение от пары контор, максимум пару раз его за всю свою жизнь меняет и не сильно разбирается в ассортименте, я был как продавец-консультант в магазине сотовых телефонов, который правда хочет заработать все бонусы на свете. Я трогал всю снарягу, всю ее носил и понимал, какая мне нравится, какая нет. И какие в этой снаряге есть косяки, что хорошо бы исправить, что хорошо бы изменить. Так что, помимо всего прочего, съемка обзоров дала мне понимание снаряжения. Дала мне понимание удобства этого снаряжения и позволила увидеть не только мой взгляд, но и взгляд со стороны от лица сотрудников, которые на этих самых съемках трогали эту снарягу, носили ее и давали свои комментарии. Благодаря чему я получал бесценный опыт, который мне пригождается по сей день. Меня часто спрашивали, как начать работать в военной сфере, как вот туда влезть, где этому учат. Да нигде этому не учат. Туда влезть сложно. И я туда попал абсолютно случайно. Просто за счет того, что я много знал о снаряжении, я был как бы ценным сотрудником, мог дать какие-то комментарии многим компаниям и мог проконсультировать по снаряге. Потому что если обычный человек, ну, юзал какой-то нагрудник, и можно сказать, ну, нагрудник, круто, нагрудник, то я мог сравнить этот нагрудник еще с десятком других нагрудников и прокомментировать, что плохое, что хорошее, где что-то надо изменить, где что-то исправить, где лучше у конкурентов, где лучше у этой компании. И на основе этого сделать действительно объективные выводы, что нужно делать в снаряге для того, чтобы эта снаряга продавалась. Отсюда мы прыгнем примиком в 2017 год. Ведь в этом году проходила страйкбольная игра «Эпидемия». И почему-то я решил снять геймплей на эту игру. Привет, меня зовут Виталий Вереск, и это ревью на страйкбольную игру «Эпидемия» или «Летсплей». Тут уж кому как больше нравится. В то время особо никто еще не снимал геймплеи. А те, кто снимал эти геймплеи, мне вообще не нравились. Они либо были вообще без комментариев, молча, просто кто-то играет, нарезка каких-то хайлайтов. Я же хотел сделать из этого настоящую историю. Я приехал на «Эпидемию», у меня была камера GoPro на шлеме, и одна камера была на пушке, и она тоже смотрела на меня. То есть не как вот сейчас у тех, кто снимает геймплей, у них камера видит шар, а у меня камера на пушке смотрела на меня. То есть чтобы можно было видеть со шлема, что я вижу, а с пушки можно было видеть меня. Я отыграл эту игру, снял определенный материал, приехал домой и ужаснулся. Мне не нравилось ничто из того, что я снял. Каких-то попаданий шарами, фрагов вообще не было видно. И я не понимал, что делать с этим роликом. Вообще не понимал. То есть у меня был материал, который только в мусорку. Но я не хотел это в мусор, я хотел выпустить ролик, какой-то геймплей сделать. Я нарезал самые хорошие моменты, чтобы это еще и шло в хронологическом порядке. Посмотрел, что это получается абсолютно несвязно и непонятно. И здесь ко мне пришла гениальная мысль. Озвучить, что происходит в этот момент. То есть закадровым голосом, просто поверх смонтированного материала, наложить озвучку, где я расскажу про эту игру. Я в итоге так и сделал. Выкладывал ролик с полным пониманием, что это полный шлак и не понравится абсолютно никому. А в итоге на этом ролике сейчас 2 миллиона просмотров. После этого многие русские блогеры, которые снимали страйкбол, стали делать геймплей по такому же принципу. Но я был в этом плане первопроходцем. И казалось бы, куй железо пока горячо. Снимай геймплей, комментируй их. Если один ролик собирает миллионы просмотров, нужно делать и остальные так. Но нет, я этим путем не пошел, как ты понял. Я вообще забил на геймплей. Следующий геймплей у меня вышел через год на Эпидемию 2. Почему так случилось? Да, наверное, потому что это был не тот формат, который я хотел снимать на постоянку. Когда я к 2017 году уже работал с сотрудниками спецслужб, хорошо разбирался в снаряжении, снимать геймплей для меня казалось шагом назад. Даже несмотря на то, что первый геймплей собрал до хрена просмотров. А второй причиной было то, что хороших игр, с которых можно снять интересный геймплей, у нас в регионе, в Санкт-Петербурге, было достаточно мало. А ехать и снимать на какие-то всратые полигоны и игры я просто не хотел. Потому что понимал, что с воскрески интересный контент я не получу. И вот эти два фактора сложились таким образом, что даже сняв один супер успешный ролик с геймплеем страйкбола, я не стал развивать это направление прям очень-таки сильно. Поскольку геймплей я решил не снимать на постоянке, то контент канала остался таким же, как и был. Обзоры, ролики про спецназ, ролики, которые я внезапно просто хочу снять. И так продолжалось аж до 2019 года. Когда внезапно мы с Ильей сели и решили подумать, что мы делаем со своей жизнью и что мы делаем с каналом. Канал уперся в некий потолок. Развиваться на обзорах дальше он не мог. И стало понятно, что либо мы что-то меняем в формате канала, либо канал потихонечку загибается и умирает. К этому же году стали умирать и обзоры на снаряжение. Компании больше не делали крупные заказы на эти обзоры. Либо люди обзаводились своими операторами, которые снимали специально для них на зарплате. Либо вообще не хотели никаких обзоров, им просто это было не нужно. Соответственно количество клиентов у нас начало резко падать. И в этот момент на канале появляется больше роликов, которые я снимаю на какую-то свою снарягу. То есть это такие же обзоры, но я снимаю их не за деньги, а просто потому, что я хочу об этом рассказать. И вот 2019 год мы сидим с Ильей и просто размышляем, а что вообще делать дальше? Как вообще дальше что-то развивать? Хотим, чтобы канал развивался, хотим как-то идти своим путем. И тут мы поняли то, что большинство ютуберов понимают, когда они приходят на ютуб. Надо снимать авторский контент, снимать что-то свое. Был огромный багаж знаний, которым я мог поделиться со зрителями. Я очень много чего знал, много что умел. За эти годы обрел невероятный опыт. В формате этого ролика я о нем особо не рассказываю, то есть рассказываю больше про какие-то этапы становления канала. Но тем не менее, я вместе с Ильей осознал, мы просто берем сейчас, перестаем снимать обзоры вообще и снимаем только авторский контент. И первый ролик, который вышел в таком формате, это был ролик «Почему в России боятся оружия». Мы планировали этот ролик не один месяц и много раз его переснимали, потому что нам все казалось неправильным. Мы хотели подойти радикально по-другому к этому контенту. Сделать это не просто скучным роликом, а действительно развлечь вас как зрителей. Сделать его интересным. И на мой взгляд, учитывая то, что это был первый ролик на канале спустя долгое время, который собрал больше 100 тысяч просмотров, на мой взгляд, у нас это получилось. После выпуска этого видео мы окончательно уверились в том, что все, с обзорами навсегда покончено. Мы продолжили их снимать, но на свой канал эти ролики больше никогда не попадали. Иногда обзорные ролики я снимаю и по сей день. Однако не на свой канал. На мой канал эти ролики вообще не идут. Здесь только авторский контент. Только то, о чем я хочу тебе рассказать сам. В остальном же, вот прошел еще один год. 2022. Как скажет Владимир Владимирович, этот год был непростым. С другой же стороны, да каждый год по-своему хорош. В каждом году случается много интересного. Мы сняли за этот год охренеть сколько контента и постарались снять на то, на что я даже не мечтал. В следующем году постараюсь радовать тебя контентом еще больше, снять больше интересного и снова немножечко поменять формат. Да, это будут все еще авторские ролики, но немножечко другие. По крайней мере, я хочу, чтобы так было. На этом все. С наступающим тебя Новым Годом. А возможно, ты смотришь это уже в следующем году и такой думаешь, нахрена я тебя поздравил. Так вот, в следующем году тоже будет Новый Год. Поэтому надо тебя поздравить. Ведь в каждом году есть Новый Год. Даже если смотришь это видео спустя 40 лет, а я сдох давно. Все равно Новый Год же будет, будет. Вот с наступающим тебя, брача. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok